Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Моя мама мне подражает, меня это бесит. Моя мама ей 60 лет, уже несколько лет во многом за мной повторяет, и мне кажется, чем дальше, тем больше. Может купить такие же вещи, как у меня. Весной делали ремонт. Покома потом наклеила себе такие же опои и точно такую же клеёнку на кухню. Дальше стала покупать такой же шампунь, как у меня, такую же зубную пасту. Красят волосы такой же краской одной фирмы со мной и одним цветом. Если я меняю цвет волос, она следом за мной меняется на такой же. Вот недавно я покрасывался в очень тёмный цвет, близкий к чёрному. Она уже засобиралась почти в такой же красе. Я как-то ей сказал, почему ты такую же клеёнку, как у меня, купила. Она фыркнула, детка, что-то так реагируешь, и мне она просто понравилась. После такой негативной массажной реакции я боюсь ей об этом говорить и спрашивать, почему она так делает. Но я очень хотел бы знать, почему она так делает, зачем. Я изо всех сил пытаюсь отлепиться от этой одинаковой стеснении, мне почему-то неприятно. Её точно она повторяет, как эта ситуация возникает неприятно. Как будто она так выражает стремление к вечному симбиозу. Но это у меня такое впечатление. Скорое ощущение на уровне интуиции, как будто бы запрещает мне быть индивидуальной и отличной от неё. Но почему мне нельзя от неё отличаться? Зачем она стремится быть моей копией или хочет меня таким образом сделать своей копией? Вот вроде бы мелочь она на уровне психи и ощущается как оплетай какой-то. Но это не в своей жизни было, в основном, после моего развода. Что это значит и что мне с этим делать? Ну, если говорить о том, что вам с этим делать, то, конечно, идеальный вариант это пойти на психотерапию, да, и, как бы, начать работу над собой, вот, разобраться в своей жизни, вот, в том, как вы живёте, потому что, судя по тому, что вы описываете вашу ману достаточно неудачливо в личных отношениях, и вы тоже раз, как бы, развились, да, вот. В этом смысле вы повторяете, скорее всего, сценарий с вами. Значит, что касается того, что она против вашего, как бы, разделения, то, ну, это нормально. Есть такие родители, которые не смогли пережить определённый кризис, например, кризис покинутого гнезда, когда их дети уходят от них, как бы, в свою семью, и, соответственно, родители, как бы, ну, начинают вот примерно такой, как бы, стратегией заниматься. То есть, если для родителя смыслом жизни был его ребёнок, то, соответственно, он смыслом жизни, как бы, остаётся. И если для вашей мамы самое главное – это быть похожей на вас, то, соответственно, он таким образом проявляет, по-красски, то, что вы для неё остаёте смыслом. Вот. И важно не то, что она это делает, её проблемы, а важно то, как вы на это реагируете. То есть, вот, неприятные ситуации, о которых вы говорите, это, как мне кажется, про невозможность сказать «нет» своей маме в чём-то. И это никак не связано с тем, что она делает, потому что, ну, делает и делает, как это трогает вас. Знаете, как трогает вас то, что вы похожи. И вообще говоря, это нормально, что вы похожи, что вы похожи, потому что вы её дочь, она ваша мастерская. Иначе, в какой-то степени будете похожи. Только вот эта степень, она, как бы, ну, не означает, что вы полностью похожи. И это же не означает, что мама, проводя такую политику, а именно политику, как бы, копирования вас, повышает степень вашей похожести. Всё это происходит в вашей реальности, в вашей психике. Всё это похоже на какую-то тревогу, скорее всего, на некоторую обиду и злость на неё. Что-то из прошлого. Вот. Это первое. Второе. Если говорить о том, что вы похожи, да? Если говорить о том, что вы похожи, то, на мой взгляд, ну, вы действительно похожи хотя бы по диалогу. Смотрите, я вам зачитал. Я ей сказал, чё ты такую щеклёнку, как у меня купила? Да? Она фрикнула. Чё ты так реагируешь? Мне она просто понравила. Ну, один в один. Что она, что вы. Понимаете? То есть, дело-то здесь не в том, что она копирует. Дело в том, что, как вы говорите о своих чувствах. Вместо того, чтобы сказать о своих чувствах прямо, и вы, и она уходите в нападение. И вы, и вы, и она нападает. Что с вашей стороны, это выглядит как наезд и претензия. Что с, как бы, ее стороны, это выглядит как наезд и претензия. Вот. То есть, вероятно, вы похожи на свою маму больше, чем вы думаете. Только не замечаете этого. И, вероятно, вас это задевает не просто так. Потому что, возможно, вы действительно очень сильно хотите, как бы, отлепиться от этой одинаковости. Но немножко не в том направлении. Вы пытаетесь отлепиться внешне, что называется, материально. А отлепляться, так скажем, нужно больше психологически. Вот. И, соответственно, психологически, как мне кажется, вы, как раз таки, не отлепились. Ну, хотя бы потому что вы, очень похоже, выражаете свои мысли. Вот. Дальше идем. Значит, вот вы пишете, почему мне от нее отличаться. Это вам вопрос. Удивительным образом вы задаете именно тот важный вопрос. Важный для вас. Который, вообще говоря, и нужно задавать. То есть, это очень верный вопрос задают. А действительно, а почему нельзя отличаться? Действительно, а почему, как бы, вам нельзя отличаться друг от друга и почему отличие зависит только от того, что делает ваша мама? Повторяет она или нет? А вам-то самой, насколько важно делать то, что вы делаете? Не потому ли вы делаете то, что делаете, а чтобы от своей мамы отличаться? Вы на что нацелены? Знаете, если вы с ней конкурируете и боретесь, то вот отсюда такая реакция. Вот. Знаете, какая штука. Ну и если у человека мне спрашивают, скажем так, о его чувствах, да, вот, то вы не узнаете. Вот. Но о чувствах нужно уметь спрашивать. Это, на мой взгляд, на мой взгляд, не так легко, как может показаться. Например, вопрос мог бы звучать у вас в таком ключе. Мама, а что тебе понравилось в этой клиненке или в этих обоях? Мне понравилось вот это вот. Знаете, какая штука. Но ведь не так вы себя повели. Не так вы у нее об этом спросили, да? Знаете? Вот. И, на мой взгляд, это связано именно с тем, что вы элементарно не привыкли говорить о чувствах. Как о своих, так о ее. Вот. Да, сейчас вы вроде бы говорите что-то вроде того, что вам неприятно. Сейчас вы об этом говорите. Сейчас вы говорите, что у вас неприятные ассоциации возникают. Это правда. Это правда. И хорошо, что вы это заметили. Но то, что у вас возникли ассоциации, это только начало. Это только начало, начало работы вашей. Чтобы увидеть, а вообще, как бы, ну, о чем речь-то вообще идет. Вообще-то, как бы, ну, про что вы говорите-то. Да? Вот. Что касается, что касается развода. Что, ну, да, да, возможно, ваша мама увидела в, ну, в разводе, как бы, ну, в вашем разводе, она, возможно, и увидела для себя, возможно, что вот как-то с вами вот, ну, начать, там, сближаться, да, и так далее. Ну, вполне возможно, так. Вполне возможно, так. Но, опять же, а почему вас это должны узнавать? Ну, или что она там, как бы, делает, ну, или что она там, как она там живет, и так далее. Вы обратите внимание, что ваша мама, она, она, она как-то узнает о том, что у вас происходит, и она может узнать об этом только одним образом. Она может об этом узнать только в том случае, если вы ей об этом рассказали. Но, по-другому об этом не узнать никак. Так, и у меня, соответственно, к вам вопрос. Только вы сами-то, как бы, с мамой общаетесь, насколько часто. Вот. Что она знает, вот, какие у вас обои, какой у вас шампунь и так далее. Это очень, очень частое общение, ну, для того, чтобы, ну, чтобы, так скажем, чтобы такую информацию знать. Вот, 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 как бы, на этот вопрос себе ответить. Коммуникация у вас с мамой как проходит? Какие-то барьеры, какие-то границы есть у ваших мам? И у вас? Ведь, понимаете, как бы, симбиоз, да, то есть слияние происходит, когда между людьми нет границ. Да, в детстве это слияние у вас, скорее всего, было. И в детстве вы с этим слиянием, скорее всего, сделать не особо чего могли, потому что, ну, потому что, как бы, вы ребёнок, да, что, в общем, ребёнок может, как бы, с этим сделать, да, вот. Ну, сейчас вы уже взрослые, сейчас вы уже сами, как бы, ну, сейчас вы сами управляете свои жизни. Сейчас вы сами можете, можете, как бы, знать, чего я хочу, а чего я не хочу. Что мне нужно, там, условно говоря, да, а что мне не нужно. Вот, в чём я, там, нуждаюсь, а в чём, в чём я, чего я хочу для, там, ну, грубо говоря, для человека, да, чего нет. Вот. И вы можете себе ответить на этот вопрос? Вы можете ответить себе на вопрос, вот, наверное, чего я хочу, например, для своей мамы, а чего я не хочу? А говорю ли я не о том, что я хочу от неё для себя, да, вот. Знаете, какая история? А у вас, как бы, ну, только, вот, ну, вот, судя по, как бы, тексту, да, у вас очень много наездов на неё, вот. Какие, ну, вот, определённые чувства, да, у вас, как бы, здесь есть. То есть чувствуется, что, ну, чувствуется какое-то напряжение, да, вот. Напряжение есть, как бы, а что делать с ним, ну, вот, не совсем понятно, вот. Потому что, ну, вы, опять же, да, не привыкли как-то, вот, а, ну, не привыкли обращаться со своими чувствами, вот. Так, чтобы вот, ну, чтобы было, чтобы было хорошо вам, чтобы было комфортно вам, чтобы удобно было вам. Понимаете, какая штука, вот. Поэтому, на мой взгляд, вот, на это, в первую очередь, на это нужно обратить вам своё внимание. И уже дальше, уже потом, как бы, смотреть и исследовать этот вот аспект, да, и смотреть, что вы можете, как бы, ну, с этим делать, что вы хотите с этим делать и так далее. Ну, пока что, вот, ну, всё выглядит таким образом, что у вас просто, к маме, вот, ну, достаточно много таких вот чувств, чувств, да, ну, вот. Ну, ну, не выраженных, скажем так, не выраженных чувств, у вас, к маме, достаточно, вот. И это не хорошо и не плохо, то, что это, ну, то, что это есть, это просто есть, это просто есть. То есть, вот, сейчас у вас это есть, сейчас вы живёте в такой реальности. Вот. И эту реальность вы можете изменить, если, вот, вы можете изменить реальность, в которой вы, вот, ну, так, вот, достаточно, в себе неуверенно, там, сомневаетесь, привозитесь, если у вас это парит, переживаете, вы чувствуете какое-то давление и так далее. Вполне вероятно, поможет семейная консультация, где вы вместе с мамой, как бы, обратитесь вместе с мамой, поработаете, вот, ну, как бы, в этом направлении, да, сможете, ну, рассказать, поделиться, поделиться, как бы, своими эмоциями, да, своими чувствами, своими переживаниями. Вот. Вот, только сделать это, скажем так, экологично, как вот это сейчас, ну, модно достаточно говорить, вот, поэтому, если вот хотите, хотите вот такое, такое мнение, да, ну, профессионально, то лучше всего, лучше всего отойти на психотерапию. Вот, и начать разбираться именно со своей жизнью, в первую очередь, и не бояться того, что там кто-то на нас пытается быть похожим и так далее. В этом смысле, ну, в этом смысле, вот, в этом смысле имама пытается, как бы, подавить вас, да, а наоборот, она, как бы, за вами, как бы, гонит. Вот здесь, вот, и опять же, это не хорошо и не плохо, это, ну, на мой, по крайней мере, взгляд, да, это не хорошо и не плохо, это, ну, просто есть, это просто есть. И, ну, если есть, ну, пусть будет, как бы, если это есть, вот. Вам, как бы, как бы, что здесь, вы можете сказать, ну, так меня раздражает, я понимаю, я понимаю, но смотрите, эм, штука в том, штука вся в том, что вы, как бы, ну, свою маму, ну, вы её, вы её не переделаете, это невозможно. Вот, вы можете узнать о её чувствах, понять, что она, вот, ну, грубо говоря, хочет, да, вот, но переделать её вы не сможете. Потому что, ну, она, как бы, вы сами говорите, да, что ей, вот, 60 лет, и, как бы, человек может меняться в этом возрасте, человек в любом возрасте может меняться, но только про условия, если, как бы, извините, если он хочет этого, вот. А вы уверены в том, что ваша мама хочет, ну, хочет, вот, каких-то изменений, да, там, хочет перемен каких-то, и так далее? Вот, вы уверены в этом, уверены в том, что она этого хочет? Вот, мне кажется, что вы знаете, как бы, ответ на этот, на этот вопрос, и вполне возможно, что вам этот, вам этот ответ, вам этот ответ, как раз-таки, неприятен, этого ответа, быть может, избегайте. Вот, и я вас понимаю, я вас понимаю, я вас понимаю, я вас понимаю, вот, но только, делайте что, вот, как-то так, поэтому я думаю, что лучше всего, как-то, вот, будет, ну, интересно вам играть в игры, да, вот, в эти игры, в которые вы сейчас играете, игры, типа, от чего-то, от чего-то, да, и просто начать, как-то, как-то, их не разговаривать. А для этого нужно разобраться в себе, вам нужно в своей жизни разобраться, прежде чем вы будете, вот, ну, как-то, вступать, да, на такую вот, не самую, спокойную, скажем так, дорожку. Ну, взаимодействовать с мамой и разобрать свои ассоциации неприятные. Потому что, ну, совершенно очевидно, что, вот, эти неприятные ассоциации, которые у вас, ну, которые у вас возникают, да, они, эти неприятные ассоциации, они идут, как-бы, из детства. Вот. И с ними связана определенная проблематика. Вот. И, как-бы, то, что вы делаете сейчас, да, вы просто, вот, ну, стараетесь это, вот, как-то поглубже это убрать, вот. Чтобы этого, вот, не чувствовать, да, чтобы, вот, что-то, вот, извещать, не сталкиваться с этим, вот. Ну, все равно все это дает особо знать. Хотя бы через, через развод это дает особо знать. Вы можете, ну, пытаться объяснить, что, ну, что развод произошел, не поэтому, и так далее, и так далее. Вот, вот, знаете, как-бы, если с мамой у вас, с мамой такие вот проблемы, да, то есть, если вы, там, с мамой боретесь, вот, ну, пытаетесь пороснуться с ними, и так далее, вот. Сложно быть женщиной еще, потому что сложно и с чего греха стоить нереально, ну, практически нереально. Вот поэтому вы и мучаетесь. Ну и хорошая новость в том, что можно как бы так не жить. И с мамой бороться можно перестать. Для этого нужны ваши желания. На этом все, надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи обращайтесь.